Дорогие братья и сестры, мир вам! Сердечно поздравляю вас с двунадесятым праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Пресвятая Богородица – единственная из всего рода человеческого, удостоившаяся такой великой чести быть матерью самого Господа Бога. Отличительные черты духовной жизни Пресвятой Богородицы – это смирение и послушание. А ее родители Иоаким и Анна, живя правильно и благочестиво, не имели детей, проживя совместно более 50 лет. И вот к концу своей жизни Господь через Архангела Гавриила сообщил им великую радостную весть, что у них родится девочка. И она будет матерью самого Господа Бога, матерью всего человечества. Пресвятая Богородица, спаси нас! На примере Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Девы Марии, мы можем научиться терпению. Терпению и никогда не отчаиваться, не унывать в наших просьбах Господу Богу, зная, что Господь всегда услышит нас, что Господь всегда рядом и исполнит, в первую очередь, конечно, наши духовные прошения. Пресвятая Богородица является матерью всего человечества. От нее мы можем научиться кротости, смирению и послушанию. Дорогие братья и сестры, давайте будем такими же смиренными и послушными. Не будем никогда отчаиваться, не будем никогда пребывать в унынии, в жестокосердии. Будем и жить по заповедям Божьим, будем исправляться от наших душевных изъянов, от наших духовных ран, которые мы носим на нашем теле, от наших страстей. Давайте будем следовать примеру Пресвятой Девы Марии. Будем во всем послушными Господу Богу. Господь всегда нас услышит. Господь никогда не сделает то, что вредно для духовной жизни человека. Поэтому, когда мы видим, что если быстро не исполняются наши прошения перед Богом, то Господь медлит и проверяет нашу веру. Господь испытывает нас, чтобы спасти нас, чтобы спасти нас от страстей, от нашей греховной жизни и ввести нас в вечную славу в Царствие Небесное, которому и призваны все мы люди, живущие здесь на земле. И также хотел бы обратиться к тем священникам и мирянам, которые еще до сих пор находятся в ереси, которые не оградились от отступления от истины, чтобы они пришли в разум православной веры. Потому что те священники, которые оградились от ереси, которые не поминают ересиархов, они также награждены Господом Богом и еще в большей степени пребывают в благодати Божией, потому что они находятся в истине. Поэтому давайте не будем малодушествовать, давайте будем хранить чистоту православной веры. А Господь никогда нас не оставит и по молитвам, по молитвам Пресвятой Девы Марии, Пресвятой Богородицы, помилует и спасет нас. С праздником, дорогие друзья! Храни всех Господь во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Аминь.